Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Маша, я визажист, и я здесь буду показывать классные макияжи. И это спешл выпуск с красивым новогодним макияжем, либо просто макияжем на любую тусовку. Вот так вот красиво, все будет сиять, мокро. Знаете, я здесь совместила макияжи Хейли Бибер, немножечко Лили Роуз Депп, потому что вот это вот красивое мокрое сияние это от Хейли я взяла. Эту черную подводочку небольшую такую, да, скромную я взяла от Лили Роуз Депп. И, как вы знаете, в целом все это совместило, и получился вот такой вот интересный образ. Очень и в то же время яркий, заметный, но и при этом здесь нет каких-то вот просто нарочитых блесток, глиттера. Нет, здесь все очень нежненько, аккуратненько. Оставайтесь обязательно и ставьте лайки, подписывайтесь. Всех с наступающим Новым Годом. Так, ну что ж, начнем наконец краситься. Сегодня будет такой мягкий, сияющий, немножко влажный макияж. Я не хочу просто намазываться блестками, я думаю, это может каждый. Я хочу показать, как сделать более утонченный вариант красивого, сияющего макияжа. Немножко вкусного чая. Ах, ну конечно же, сначала нужно подготовить кожу, увлажнить ее и так далее. Сейчас мы с этим всем займемся. У нас уже тут 26 декабря. Уже скоро Новый Год. Но работа все не заканчивается. Так, короче, беру вот эти вот cleansing pads от Chic. И тихонечку прохожусь по коже, очищаю ее. Сегодня, кстати, пойду к косметологу наконец-то, потому что у меня что-то случилось с кожей, с ее состоянием. И она не такая, как раньше, как прежде. Спрошу, может, что-то подскажет мне, потому что появились какие-то тут вот покраснения, как будто раздражения. Ну и пыльчики какие-то. Вытерлся. Дальше. Кладем обратно. Закрываем. Я Сэмэра даже все-таки запишу 100%. Так, у нас теперь Tolerian. Sensitive fluids. Немножечко на лицо намажу, чтобы увлажнить его, чтобы легче было красить. Потому что не получится у нас только, знаете, прогрессивая сияющая кожа, если не намазать на лицо кремчика, не увлажнить его. Ну и для тех, у кого сухая кожа. Ой, девочки. Такой на самом деле мощный год был. Особенно под конец. Как-то прям переосмысление пришло под конец года. Вот. И в контексте там окружения, и в делах, и вообще в целом. Много. Просто выделила время себе нападу, так сказать. Ну что ж. Я буду использовать Синсай. Немножечко так чик, 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 чик. Буду наносить мокрым спонжиком. И хочу добавить для сияния туда штучку одну. Где она у меня? Вот это вот Fenty Beauty. Я уже всеми подарками закупилась. Вот у меня там вот эта елочка стоит. Почему-то гаснет у нее огонечек у этой елочки. Не понимаю. В общем, елочка уже стоит. Подарочки под ней лежат. Вот. И как отмечать Новый год, мы уже придумали. Благодаря нашим друзьям. Спасибо им. Ох, смотрите, как красиво этот тон накладывается. Просто он сразу блюрит кожу, делает ее идеальной. Я в восторге. Еще так тоненько просто. Я сразу замешиваю на лице у себя вот эти вот всякие сияющие штучки. Так. А у меня, кстати, ой, часто спрашивают, как часто надо менять у спонж. Слушайте, ну я бы не пользовалась одним спонжем явно там, ну, больше трех месяцев. Мне сейчас из России привезут аж два новых консилера от Шик. Нулевочек, 0,5 и 1. Новые консилеры, новые оттеночки. Потому что они роскошные. И вот в работе я их прям сильно полюбила. Мажу, чтобы высветить эту зонку переднюю. Ага. И закрыть свои какие-то там недостатки. Кстати, мне кажется, одно из самых больших таких достижений за этот год, это то, что я запустила и сделала свой личный курс по макияжу. И набрала туда девчонок. У них реально получается. Я такая, боже, ура. Я очень этому рада, потому что я рада, что это помогает действительно. Вот мне больше не надо, лишь бы у девчонок реально получалось. Смотрите, так как это такой новогодненький аж, я хочу сделать румяна холодного оттенка. Например, такой. Чтобы вы понимали, что такое холодный оттенок. Вот, например, вот этот теплый. Более теплый румяна. Эти более холодненькие. Так, знаете, хочется довольно активно, потому что, ну что ж, это же все-таки Новый год, да? Так, хорошо. Недавно был корпоратив Яндекса. И мы там блестками обмазывали всех. Конечно, было весело. Вся косметика после этого в блестках. Блесток просто через край было. Ну что, какой новогодний макияж без блеска? Но я хочу сегодня сделать не просто, ну, какой-то, знаете, там, блестками обмазаться, а именно сделать это тоненько, аккуратно, красиво. Это я сейчас вот фокусируюсь, да, на себе. Супер хорошее качество. Идем дальше. Смотрите, что мне нужно сделать. Я хочу себе полностью века заполнить блесточками, таким легким пигментом, сияющим, переливающимся. Вы можете это сделать любыми блестящими тенями, потому что в каждой почти палетке есть такие вещи. Но если мы говорим про такое, знаете, красивое свечение, сияние, как будто бы вот маленькие бриллиантики у вас на глазках, обратите свое внимание на вот такие пигментики. от Тавита Нука, я не знаю, сколько им лет, этой фирме вообще в целом, но они так красиво сияют. Это что-то. Вот, видите, свет попадает, это просто такое светоотражение жесткое. Я беру и на свое веко наношу сначала тонким слоем кремовые тени, прям тонким слоем, просто чтобы веки были липкие. Липкие и чуть-чуть сияли. Вот вообще полупрозрачные, если видите. Пока оно мокренькое, я на это буду наслаивать какие-то блесточки. Из блесток мы сегодня возьмем вот такой вот Fenty Beauty сиятор. Такая вот красотулечка, сияет просто бомбически. Таким красивым, мокрым сиянием я это обожаю. И нашлепываю вот так вот на весь главик. Это будет такая блестящая основа. Дальше, что я буду делать? Мне недостаточно просто вот такого легенького блестка. Я хочу прям красиво, интересно, необычно сиять. Правильно же, да? И я беру, ну такие вот там и там, ну-ка, пигментики. Они стоят, кстати, недорого. Прям вот такая баночка, супер, хватит надолго. Беру на пальчик и потом просто вот так вот прикладываю на глазик. Вот, и это просто волшебно сияет. Посмотрите, какой красивый такой блеск. Ну, восторг есть. И накладываю на глаза. Ну, просто magic. Добавлю еще побольше. И вот сюда, сюда, сюда. Прям, знаете, что-то было волшебно. Еще на центр глазика. Просто, смотрите, ну вот макияж за три секунды и такое красивое, дорогое сияние. Но это не все. У меня есть еще другой сиятор от этой же фирмы. Сиятор такой же, но с более розовым оттеночком. Такой называется лучик. Очень мило. Так, ну что ж. Я беру. У меня везде такие, знаете, остатки. Я хоть из России заказываю. Столько косметики, конечно, хорошего в России. И добавляю вот сюда, на вторую часть глаза, более розовый оттенок. Будет переливаться красиво. Не могу вообще. Соединяю эти два оттеночка. И у меня вот так вот красиво будет сиять глаз. У меня еще, помню, в 2017 году, когда я проходила повышение, меня вот познакомили с этими пигментами. Было так прикольно. Это были новые техники на то время. И я такая, вау. Это вообще не то, чему меня учили в 2014 году, когда я первая из курса проходила. И вот эти новые техники, они такие были вау для меня, боже мой. Типа светящийся пигмент. Вот такое вот крыло. Но на 2017 год это было актуально среди коммерческих макияжей. Для вот просто девчонок на автосессию. Я работала даже в такой стилистике какое-то время. И в целом было ок всем. Вот. Потом как-то постепенно я ушла немножечко в индустрию, где работают с брендами и так далее. И как-то от меня это все утекло. Немножко трансформировались в нечто более стильное, актуальное, приятное. И моему глазу, и соответствует уже больше времени. Дальше. А дальше я хочу немножечко подвести свое веко. Смотрите, не обязательно рисовать прям стрелку, да? Не обязательно. Но, если вы в себя верите и понимаете, что можете, то можно и стрелочку вывести. Потому что здесь вот очень важно сейчас глазик выделить на фоне вот этих всех блесточек. Будет классно. Я, значит, сейчас прохожусь. Можно либо межресничку сделать, либо просто по верхнему веку. Так, туда и сюда. Правда. И вот на ваших глазах родилась стрела. Сейчас мы ее соединим. Кошная. Так. Чуть-чуть межресничку, чтобы этот... Черная подводка, чтобы красиво смотрелась, знаете, как-то органично, а не просто стрелка непонятно откуда. Еще не обязательно, видите, сделать такую аккуратную стрелку буританскую. Можно же, например, взять и вот этот вот карандашик верхний его подтушевать. Так, это, знаете, немножко сделать более небрежно. Но аккуратно небрежно. Это просто эти все четкие тоненькие линии, такие аккуратненькие все. Они, как бы, такие слишком правильные. Хочется чего-то такого немножко небрежного, растушеванного. Такой взгляд дымчатый, загадочный. Непонятно, что у этой девушки. Но умею. Абсолютно. Разрисовала второе глаз и захотела поэкспериментировать. И вообще ушла от этой вот нежности и аккуратности тотально. Мне захотелось какую-то такую жирную линию нарисовать. Прямо такие, знаете, праздничные стрелки. Крупные, жирные. И вот эти стрелки я сейчас нарисовалась на левом глазу. На этом. Просто кистью. Вот карандаш как-то так намаюкала. И вытащила это все в стрелочку. Мне так нравится. И вот такой вот стиль мне больше нравится, чем такой. Но тоже, знаете, вот я на себе это понимаю, что через эксперимент сначала вроде такой начинаешь красиво. Очень так вот нежненько, аккуратненько, тоненько. Потом такой, блин, нет, я хочу немножко такого больше дерти стайла. Малышка. Ох. Какая же ты грязная. Дёрти, дёрти. Чуть-чуть вот так вот кистюлькой этой растушую. Дело в том, что еще вот видите, когда кисть такая чуть-чуть измазана вот этим черным карандашом уже, надо очень аккуратно растушевывать, очень близко к линии, потому что иначе можно прям пятен наставить. Вот здесь вот хочется немножко выйти из-за гранички, чтобы глаз раздвинуть. Как-то его прям сделать длиннее. Таким образом. Не обращайте внимания, если стрелки кривые, когда на видео красишься, сложно понять симметрию. Ну ничего. I'm okay with that. Так. Ну вот, по сути, я вывела себе немножко кончики вовне, но как-то сейчас сравняю, а то они разные какие-то получились. Так, вот так. Ой, хочу прям пятнышко на этот поставить. Прикольно. Вот видите, еще в процессе макияжа, пока что-то делаешь, как-то приходят какие-то идеи на... Причем иногда эти идеи приходят на ошибки. Вот ты ошибся и такой, блин, а вообще-то классно смотрится. Вообще-то я вот так вот хочу оставить. Так, глазки мои смотрятся сейчас. И что уж нам стесняться, я добавлю еще сюда. Мне кажется, уж знаете, по факту я планировала сделать такой скромный макияжик. Но я и скромность как бы... Мы, конечно, вместе часто, но в своей душе я понимаю, что на неволю я вот только так ходила. Чуть-чуть намазюкала тут и растушевала. Потому что все вот четкие графичные линии, они как бы в возраст дают жестко. И вот тут вот смотрите, я аккуратненько растушевала, тут прям намазюкала. Наверное, я ставлю... Вообще, мне хочется и тут расширить. Я бы, если бы это был клиентский макияж, я бы, наоборот, узенькую штуку оставила себе. Хочу вот такую широкую. И тушью, конечно же, прокрасим глазки. Ну что ж, моя любимая тушь. Жирненькая, хорошенькая. Ой, какая лапочка вообще. Прокрашивая реснички. Очень жестко, очень жирно. Такое, люблю. Прям, знаете, их подсклить можно. Потому что, ну, праздник, это классно, это весело. Это хочется, знаете, сделать то, что обычно не делаешь. Вот. Такое настроение хочется, чтобы можно было в макияже выходить за рамки каких-то привычных схем. Из разряда коричневых уголочек, там, не знаю, тени шампань. Пробовать разные. Жизненно такая, знаете, одна, кажется. Если у кого больше, не пишите в комментариях. То есть здесь можно сделать сто процентов. Так это взять вот такой хаки и добавить послизистый вот сюда уголочек сто процентов. Да, ой, это намазюкало тушью. Вот, кстати, тушь, когда у вас мазюкается, вы ее не стираете сразу, подождите. Потом сколупнете какой-нибудь фатной палочкой или кисточкой. Потому что, если сразу ничего не стирать, она будет размазываться. А так она чикает, и сколупнулась просто, как какая-то грязюка. Просто губки чуть-чуть подвести. Потому что, когда такие активные глаза, хочется таких относительно спокойных губ. Чуть-чуть сделаю контур и увеличу губки. Потому что инъекцию делать не хочу. Но я из-за жизни. Я, вам говорили, все головки просто карандашом. Сегодня распечатала, кстати, свои сертификаты на подарок. Распечатала сегодня сертификаты подарочные на свой урок, на онлайн-курс. Такая красивая. Это так, почему еще, знаете, случайно получилось? Мне просто девочка пишет, дизайнер, говорит, давай я тебе сделаю дизайн сертификатов. Я такая, блин, а и правда, почему бы не сделать себе профдизайн? И я такая, да, окей, давай. И она мне сделала. Вообще, вот за секунду. И так красиво. И стоило это вообще, ну, типа, очень какие-то приятные деньги. Я такая, я просто раньше не задумывалась о том, что как-то этим можно заняться. Вот, а в этом году стали так часто дарить именно мой урок и онлайн-курс, что я такая, блин, ну, уже, наверное, да, уже пора. Конечно, вот этот вот сербский вайб, когда я пришла к этому в копирницу, там смешно было, потому что, типа, была я и еще одна девушка. И вот одной этой девушке там сидит человек, который это все делает, и в фотошопе замазывает Деда Мороза, дорисовывает Деда Мороза в фотошопе. На фотке ребенка я такая, и мы просто сейчас стоим, ждем, никто никуда не торопится. Почему? Потому что это Сербия, тут все вообще на каком-то чиле, просто выполняют свою работу, просто живут жизнь. Я как-то спросила здесь в пиццерии, безглютеновой пиццерии, потому что у меня LRG for пшеница, и они такие говорят, они работают до четырех. Я им говорю, а почему вы работаете только до четырех, так непривычно? Они такие говорят, потому что у нас есть личная жизнь, а работа – это работа. Я такая думаю. It's so deep. Ну, в общем, сертификаты. О, кстати, как красиво. Это вообще восторг, это такая любовь. Очень стильно, я обожаю Матисса и вот эти его аппликационные штучки такие. Я возьму, кстати, жидкий сейчас хайлайтер, сделаю, попробую одну фишечку. Во-первых, намазать его на скулы. Опа, как мы сияем, как мы сияем. Так, так, так. Я очень люблю мокрое сияние, мне вот сухой хайлайтер вообще не нравится. Сон. Что-то сияло красиво. Девочки, но самый прикол, который еще можно сюда добавить, чтобы было прям бау. Ну что, готовы? Можно оставить вот так, уже красиво сиять, но идем на максималках. И я хочу сделать вот это вот именно мокрое сияние. Особенно часто этот мейк делает Хейли Бибер. Это все выглядит на самом деле у нее как будто бы у нее просто очень такая чистая увлажненная кожа. Но вот этим вот с глоссом прозрачным можно сделать такой эффект. Все. Не знаю, это я хотела сказать, видимо, каплю ставлю. Фу, блин, мне на ресницы попало. Вот. И прям вообще чуть-чуть вот так вот тыкаю-тыкаю по глазику, чтобы оно все вот тут смотрелось мокро. Вообще чуть-чуть нужно, потому что если добавить немного, то оно все стечет в ресницы. И потом, если еще в глаз попадет, то это вообще, я пишу, пропало. Некомфортно будет уровень 3000. И у нее красиво у нас. Вот так вот красиво сияет, мокренько. Легко вообще. Все. Красивый макияж. Также можно, если у вас нету хайнайтера, такого мокрого, как у меня, жидкого, можно глазом сделать себе так скулы. Вот такой вот лайфхак. Делюсь вообще нещадно. Вообще не жалко. Ну что, всем пока. С наступающим вас. С Новым годом. Кто-то если смотрит уже в 2024, то с Новым годом. Повторяйте макияж. Пробуйте на любую тусовку. Мне кажется, это будет прикольно. Подписывайтесь обязательно. И спасибо, что вы здесь. Пока. Пока.